Всем привет! Кукуруза еще в поле! Но уже запущен обратный отсчет времени до уборки силоса А это значит, что нам пора поговорить о заквасках Это силосный ликбез, мы продолжаем С виду в скошенной зеленой массе не происходит ничего Но если взглянуть глубже, здесь начинаются самые настоящие голодные игры В них должен победить только один игрок Это молочно-кислые бактерии А задачи всех манипуляций, которые мы будем производить Направлены на содействие в этой нелегкой борьбе Кукуруза легко силосуется из-за высокого содержания доступных сахаров К моменту уборки растения заселяются молочно-кислыми бактериями Поэтому при идеальных условиях заготовки процесс ферментации происходит нормально И мы вполне можем получить качественный корм Без дополнительных вложений и использования дополнительных средств Но, как известно, достичь идеальных условий трудно А иногда и вовсе невозможно И здесь нам приходят на помощь закваски и консерванты Итак, что же такое закваски? Чаще всего заквасками называют биологические препараты На основе штаммов молочно-кислых и пропионово-кислых бактерий Чаще всего нескольких Вид и концентрация бактерий в каждом препарате различны Но принцип действия схож И заключается в увеличении популяций Необходимых для силосования бактерий Они, в свою очередь, в процессе жизнедеятельности Быстро увеличивают кислотность массы Подавляя при этом конкурентов Таких как масляно-кислые бактерии и дрожжи Также некоторые производители добавляют в бактериальные закваски ферменты Амилазу, ксенолазу, пектиназу и прочие Которые разлагают трудноусвояемые соединения клетчатки В легкоусвояемые и крахмал в глюкозу Для дополнительного питания бактерий Повышая при этом показатели переваримости корма У данных препаратов есть ряд особенностей Необходимость соблюдения особого температурного режима при хранении Утрата активности бактерий со временем Сложность подбора по-настоящему работающего препарата Из-за обилия предложений на рынке Невысокая эффективность в случае серьезных отклонений От оптимальных цифр по содержанию сухого вещества Причем как в меньшую, так и в большую сторону Но если вы убираете кукурузу относительно вовремя И заготавливаете правильно Использование бактериальных заквасок Поможет вам максимально сохранить питательность Физиологичность и энергетику корма Привлекательность его для животных на весь период скармливания Более высокую стабильность при выемке Консерванты для силоса Это растворы слабых органических кислот Чаще всего пропионовой, уксусной, муравьиной В чистом виде или смеси При добавлении их в зеленую массу Резко снижается ее кислотность При этом создаются наиболее благоприятные условия Для развития именно молочно-кислых бактерий Конкуренты же подавляются быстрее, чем в варианте заквасками Это отлично работает, если в процессе заготовки возникают сложности, препятствующие уборке в оптимальное окно Слишком ранний или наоборот поздний выход Растянутая уборка Большие объемы заготовки при дождливой погоде Из-за этого использование консервантов на первый взгляд Может показаться более универсальным вариантом Но не стоит забывать и о минусах Более высокая цена по сравнению с заквасками Повышенный износ техники за счет кислотной агрессивной среды Необходимость строгого контроля за нормой внесения смеси Однако, когда вопрос заключается в сохранении урожая и безопасности корма Пренебрежение рисками допускать нельзя Если качество массы вызывает у вас сомнения Погода преподносит сюрпризы А сроки уборки непредсказуемы Консерванты – это ваш выбор У многих сейчас наверняка возникла мысль А может просто взять и смешать закваску с консервантом? Эффект же будет двойным? Но здесь не все так просто Кислоты в консервантах хоть и слабые, но все же кислоты А бактерии размножаются в кислой среде с наличием кормовой базы, то есть сахара В связи с этим наиболее вероятно следующее Часть бактерий из закваски будет нейтрализована агрессивной средой А концентрация кислот в консерванте будет снижена за счет воды из маточного раствора В итоге вместо усиления эффективность обоих препаратов будет снижена Поэтому соблюдайте регламент применения выбранного препарата и успех будет неизбежен Закваски или консерванты решать вам Учитывайте особенности уборки и заготовки силоса в вашем хозяйстве Тогда результат будет соответствовать вашим потребностям А возможно даже раскроет для вас новые горизонты Да пребудет с вами силос!